Здравствуйте! Это программа «Город Эсс» и Елена Чернявская. Ежегодно на водоемах России гибнут тысячи людей, причем 4% проваливаясь под лед. Наступившая зима опять показывает свой капризный характер. То подмораживает, то наступает оттепель. Тонкий лед ежегодно становится причиной гибели людей. С начала сезона в Самарской области уже произошло несколько случаев, когда люди уходили под лед. Вот несмотря на все запреты, многие все равно выходят на лед. Чаще всего это рыбаки, торопящиеся поймать добычу. Вот нередко на замерзающих водоемах можно встретить и детей. Они устраивают на льду игры, которые могут привести к печальным последствиям. Сегодня с моим гостем мы говорим о том, как опасны могут быть прогулки на льду. Александр Старов, начальник Центра ГИМС ГУМЧС России по Самарской области. Гость в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, традиционно мы с вами встречаемся и в летний, и, конечно, в осенне-зимний период. Ну а сейчас я прошу вас вообще охарактеризовать ситуацию. Какая у нас в связи с такой непостоянной погодой сложилась на водоемах Самарской области? На сегодняшний день на крупных водоемах лед вообще еще не встал. Да, мы видим, что вода открытая. На малых реках, озерах уже появился лед. Где-то под большей толщиной на небольших озерах. И люди начали уже выходить, к сожалению. Думаю, что этот лед их может выдержать. На самом деле заблуждение. Это ошибочное вообще мнение. Потому что погода неоднозначная. Постоянно происходит то от потепления, то от похолодания. Лед непрочный, неоднородный. И выход даже на малых, небольших озерах очень опасен для жизни. На сегодняшний день наблюдается. Мы проводим профилактические работы. Большой выход именно людей. Как вы сказали, проваливаются рыбаки и дети в основном. То есть большая часть несчастных случаев происходит именно с этой категорией людей. С детьми. Снега еще нет на территории Самарской области. Морозы небольшие прошли. В некоторых местах появился покров льда. На небольших озерах, на речках. В Паргагаре, могу сказать. В Самаре водоем появился тоже. Лед небольшой. И наблюдается такая картина, что родители начали выходить с детьми на коньках. Кататься на Чернском водохранилище. Уже сейчас такую погоду. Тем самым подвергая риск не только себя, но и своих детей. Умышленно, я назову это так, подвергая именно жизнь детей опасности. То есть обучая детей, что не смотрите на... Вот лед появился, давайте выйдем покатаемся. Это весело. Снега пока нет на этих озерах. Ничего страшного. Я катался, ничего со мной не случилось. Завтра покатаюсь, ничего не случилось. К сожалению, печальные случаи уже в этом году такие есть. Скажите, кто вообще за этим наблюдает? Вот вы сейчас привели очень яркий пример про парк Гагарина. Тем не менее, профилактические рейды вашей службы проводятся, в том числе и там. И если вот вы, к примеру, увидели такую картину, какая ответственность грозит вот таким нерадивым родителям? Ну, по-другому не скажешь. Ну, к сожалению, на сегодняшний день никакой ответственности за такие действия не предусмотрено. Да и на самом деле от себя хотел бы сказать, что не в ответственности самое главное именно в штрафах или каких-то наказаний. Здесь должно быть понимание у родителя. Он подвергает риск жизни своего ребенка, как он планирует жить дальше, если что-то случится с его детем. То есть это самое страшное. Даже если это, дай бог, не произойдет, да, все равно это риск. А если произойдет какой-то несчастный случай, пускай не с трагичным концом, но просто ребенок пострадает, у вас же это на всю жизнь останется с вами. Вы будете жить всю жизнь с тем, что именно ваши действия привели к тому, что ребенок пострадал. И так в наше время сейчас достаточно много рисков связано с жизнью и здоровьем. А тут мы умышленно идем и подвергаем своих детей. Считаю, что здесь, конечно, это недопустимо. И в первую очередь человек должен, родитель тем более, да, должен думать своей головой и показывать своим примером. Очень хочется покататься. Ну, есть катки оборудованные. Конечно. Выходить. В Самаре уже несколько катков готовы к принятию любителей. Да, поэтому необходимо все-таки соревновать удовольствие и риск, которые неоправданы. Ну, мы, естественно, проводим, сотрудники ГИМС, МЧС России проводят профилактические рейды, как около крупных рек, даже не открывшихся, не покрывшихся льдом, прошу прощения, то есть вдоль Волги, на набережные ходим. Выезжаем постоянно на озера, в муниципальные районы. Информируем граждан о том, что небезопасно выходить. Напоминаем о правилах вообще поведения около льда. И если уж, не дай бог, вы приняли такое решение и вышли на лед, какие меры безопасности должны быть предприняты для того, чтобы риск привести к минимуму, свести его к минимальному. Также проводят муниципальные районы. Ну, за муниципальные районы сейчас не смогу сказать по статистике, сколько они и где проводят профилактические работы. Сторонники ГИМС ежедневно по всей территории Самарской области работают в этом направлении. Работают и такие рейды. Вы знаете, у нас есть сюжет как раз на эту тему. Я сейчас предлагаю всем вместе его посмотреть. Выход на лед в период его становления всегда опасен для жизни. Однако любителей подлёдного лова это не пугает. С целью предупреждения несчастных случаев сотрудники главного управления центра ГИМС по Самарской области проводят разъяснительную работу с рыбаками. В этот раз профилактический рейд прошёл на лодочной станции в Кировском районе Самары. Наша цель с профилактической точки зрения подойти к людям, объяснить, что находиться опасно, что в случае опасности, как они себя будут вести, выявить хотя бы рассказать им меры предосторожности поведения на воде, но и рассказать общепринятые правила, напомнить при проведении зимней рыбалки. Весь день Василий Ермаков проводит с удочкой в руках. Он занимается рыбалкой уже 52 года. Рассказывает, ловит рыбу исключительно ради удовольствия. Весь свой улов раздаёт местным кошкам. Говорит, надо двигаться, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. Из-за увлечения зимней рыбалкой несколько раз оказывался в ледяной воде. Но всегда везло. Удавалось выбраться. Знаете, как проваливаются? Человек по дурочке проваливается. В принципе. Мы рыбаки, если мы не пробиваем лёд, вернее, я вот если я за раз пробиваю лёд вот так, я больше на лёд не пойду. Не лезть никуда не положено. Нечего лезть по льдам, на лёд, на который нельзя ходить. Понимаете? Рисковать не надо. Спасатели говорят, надёжный лёд голубого цвета. У белого прочность в два раза меньше. Серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – самый коварный. Для того, чтобы выдержать вес взрослого человека, нужно не менее 7 сантиметров ледяного покрова. Для организации пешей переправы или катка потребуется в два раза больше – не менее 15 сантиметров. Лёд толщиной 30 сантиметров способен выдержать легковой автомобиль. Провалившимся специалисты советуют не паниковать. Необходимо стабилизировать дыхание и не делать резких движений. Голову нужно держать как можно выше. Широко расставив руки, стоит попытаться зацепиться за кромку льда, осторожно наползти грудью и лечь животом на край. После чего закинуть одну ногу, потом вторую и быстро откатиться от кромки. Двигаться в сторону берега необходимо по своим следам. Если вылезти самостоятельно не удаётся, нужно использовать все подручные средства, которые окажутся в карманах – нож, ключи или столовые приборы. Их необходимо воткнуть острым концом в лёд и попытаться вытащить себя из полыньи. В случае оказания помощи утопающему, в первую очередь необходимо позвонить в службу спасения. Только после этого пытаться вытащить человека из воды. Край льда нужно приближаться ползком, чтобы распределить свой вес побольше площади и самому не провалиться в воду. Подайте тонущему любой длинный предмет – шарф, ремень или палку, после чего тяните. Сотрудники ГИМС не рекомендуют пить во время рыбалки. А при выборе одежды советуют отдавать предпочтение ярким цветам. Так вас будет легче заметить. Александр Валерьевич, какие мероприятия проводятся именно в зимний период для обеспечения безопасности враждах? Ну, в основном, только профилактически. Мы ничего больше не можем делать. То есть нам не наделены никакие правила. Это даже не наша обязанность. Это вот входит просто, ну, так принято, заведено. Так общественная работа больше всего, да? Да, и мы вот продолжаем это так делать, да. Какова статистика происшествий в осенний-зимний период, если мы говорим о 20-21 годах? Ну, в 2020 году по статистике было 7 происшествий, 3 человека погибло. В 21-м 5 происшествий, 4 погибло. Уже в этом, вот, 21-22, да, назовем так, это зимний период, было 2 происшествия. Одного человека спасли, около Кировского моста рыбачил, провалился под лед рыбак. Это было, если не помните мне, где-то около полутора недель назад. Да. Ну, совсем недавно, да. Лед, вот он только начал появляться, уже рыбаки пошли за уловом, за получением каких-то удовольствий от процесса, да, рискуя, опять же, повторюсь, своей жизнью. И на озере Гамератном, это Кубышевский район, тоже молодой человек, ну, к сожалению, здесь уже с печальным концом спасти не удалось человека. Он провалился с смертельным исходом. Ну, вот, если все-таки говорить в первом случае, вы сказали, что рыбака спасли, а вот после спасательной операции, что говорят люди? Вы спрашиваете, почему вы это делаете? Вы же видите, что очень опасно и риск для жизни. Ну, неужели такой адреналин, что вот эта рыба стоит действительно риска своей жизни? Что сказал? Есть такая информация? Ну, в данном случае нет, не смогу сказать. Но когда мы проводим профилактические мероприятия, да, то есть, когда, если взять тот год, допустим, лед был достаточно крепкий, ездили на суднах воздушной подушки, подъезжали к рыбакам, проводили беседу, чтобы они как минимум соблюдали меры безопасности, вот, а желательно вообще не выходить на лед. Что, ну, не все, конечно, но большинство, особенно те, кто уже давно рыбачит, назовем это в кавычках «заядлые» такие рыбаки, отвечают, что я уже несколько раз проваливался, ничего страшного. То есть, люди идут на это, ну, к сожалению, осознанно. Надеясь на русский авось. Да, наверное, так, что я знаю, лед толстый, все хорошо. По факту риск не оправдывает вот того, что они получают. И еще раз повторюсь, даже если все-таки приняли решение выйти, во-первых, должен быть окрепший лед, да, то есть, если на одного человека мы смотрим, то толщина льда в любом случае должна там быть 5-7 сантиметров. Опять же, у нас есть, ну, вот, как я сейчас сказал, 5-7 сантиметров, но должен быть однородный прочный лед, когда погода... По всей поверхности, да? Да, как сейчас погода плюс-минус, скачет градусный температурный режим, а лед неоднородный. Он даже если будет 5 сантиметров, он непрочный. То есть, сама прочность льда очень сильно ухудшается. В связи с этим нужно смотреть, как за погодными условиями, за толщиной льда. Взять с собой средства спасения. То есть, если мы идем, во-первых, не идти одному на рыбалку, пойти с кем-то из людей, родственников, кто тоже занимается... И обязательно оповестить о месте нахождения. Конечно, оповестить тех, кто остался дома. Взять с собой спасательный жилет. Сейчас вот многие нас услышат, и особенно рыбаки, которые долго же рыбачат, скажут, я пойду в спасательном жилете на рыбалку, я буду выглядеть смешно, да, ну, скажем так, культурный этот момент. Может быть и смешно, зато точно безопасно. Взять с собой веревку, идти друг от друга метров на 15, на 10 хотя бы, рекомендовано не менее пяти, но 10 метров вполне хорошее расстояние. Если даже кто-то провалится под лед, то второй сможет ему оказать первую помощь, вытащить из воды, дальше уже вызвать там службу спасения, чтобы не было обморожения и так далее. Человек останется жив, а это самое главное. Какой предел температурный должен простоять, чтобы уже мы точно понимали, что вот лед, вот эти 5-7 сантиметров уже имеет место быть? Ну, считается, что лед становится окрепшим, когда минус 5 более там 3-4 дней, вот, без течения на малых водоемах лед становится уже прочный. Ну, здесь вот нет такого однородного, чтобы я сейчас вот сказал, посмотрели. Да, неделя прошла, может идти, да? Да, неделя прошла, минус 5, можете идти. Нет, во-первых, каждый водоем индивидуален. Как я говорил, уже летом мы с вами встречались, и сейчас вода – это живой организм. Все, что находится на воде, каждый водоем, он индивидуален. Два одинаковых озера, внешне, которые будут одинаковые, они совершенно разные по своей структуре, и лед у них будет совершенно разный. Какой-то, с одной стороны, от ветра защищен, где-то больше ключей бьет, да, родниковых. Природных факторов, да, очень много. Количество, да, и, ну, скажем так, любителю, обычному человеку, они неизвестны. Поэтому в любом случае наша рекомендация, она одна – исключать выход на лед. Александр Валерьевич, вот это ведь очень интересная тема. Скажите, а вот есть реестр таких водоемов, озер, возможно, рек, которые, ну вот, стоят в списке первых по опасности? К сожалению, нет, такого не ведется. Происходит все это в разных местах. Есть места, вот ведется учетом, да, мест массового выхода на лед. То есть он периодически меняется, не кардинально, в основном он, конечно, остается таким же. Это определенные места, где выход людей на лед, ну, максимален, да, назовем это зимой. И всегда максимальное количество переходит около полевого спуска в сторону Рождественного. Ну, опять же, во-первых, это неофициальные места, там нельзя переходить. Есть субъекты, в которых лед становится толстый, прочный, и открываются, как ледовые переправы, где можно ходить, ездить на машинах. В Самарской области таких переправ не открывается, не позволяют погодные условия и условия именно прочности и толщины льда. Поэтому официально выходить на лед нигде нет, нельзя. Мы, естественно, ведем реестр массового выхода. Но, как показывает практика, там, где массовый выход, во-первых, люди более осведомлены, правильно себя ведут. И есть возможность оказать помощь, потому что людей больше, и они друг другу помогают. Места, в которых выходят редко, одиночки, где люди считают, что больше поймается рыба, видимо, еще что-то, какие-то скрытые места, вот там, к сожалению, если происходит происшествие какое-то, то он чаще всего заканчивается именно трагично, с летальным исходом. Вот как раз об этом давайте мы еще поговорим. Если вдруг случился, ну, такой, да, непредвиденный случай, человек провалился под лед, рядом никого нет, ведь элементарно и позвонить ты не успеешь, потому что, ну, вот сразу проваливаешься под лед. Вот каким-то образом можно себя спасти и обезопасить вот в такой нестандартной ситуации, если поблизости никого нет вообще шанса выжить? Если все-таки вы по каким-то причинам вышли один, да, и провалились, во-первых, желательно, как я до этого сказал, да, чтобы у вас был там жилет спасательный, но он вас в любом случае оставит на плаву. Второе. Не паниковать, не погружаться за головой, то есть успокоиться, остаться на плаву. Время достаточно есть, там, там, человек не может долго притяжаться в холодной воде, но 2-5 минут, ничего с организмом не случится. В принципе, паника приведет, только усугубит положение. Без паники развернуться к тому же месту, откуда вы пришли, и стараться. Здесь кому как удобнее, в зависимости, все-таки у каждого человека свои физические возможности, либо животом, ну, максимально горизонтально, либо развернуться спиной, вот откуда вернулись, в ту сторону на лед потихоньку выбираться, и не вставая, либо ползти, либо, как бы, перекатываясь, назовем это так, в сторону, опять же, по своим следам, откуда вернулись, двигаться, хотя бы метров, там, на 15-20, далее вставать, и уже быстрым шагом идти к месту, откуда вы приехали, там, если это машина, значит, дойти до машины, переодеться, включить печку, ну, сообщить в службу спасения, любые возможные методы. Также есть такие вещи, ну, скажем, утрированно небольшие палки с крюками, с гвоздем, как удобно это назвать, они в большинстве случаев самодельные, есть, насколько я знаю, в магазинах такие продаются, связываются веревкой, одеваются, просто с двух сторон, он так вот вешается на шею, висят они здесь, то есть даже если вы провалились, они помогают именно выбраться, потому что лед, где вы провалились, рядом будет, в любом случае, вода, и он будет намного более скользкий, очень тяжело, ухватиться за него невозможно, а как раз с такими вот приспособлениями, зацепами, вы подтягивая себя, потихоньку таскиваете. То есть тоже ничего сложного, никаких денег они не стоят, их можно сделать самому, для любого любителя рыбалки, я думаю, сделать своими руками не представится, каких-то трудностей, просто с собой носить. Это минимальные средства, которые вам помогут. Не, опять же, для безопасности, не навязывать ничего на руки. Вы везете с собой санки, держите их просто в руке, не привязываете, не наматываете, ни в коем случае там палки для лыж не одевать, если вышли на лед, не одевать на руки. То есть просто палки держим в руках, чтобы вы от всего могли избавиться максимально быстро. Это касается рюкзака, но только на одну лямку. Если, не дай бог, произошел какой-то случай, вы должны от максимально, вот от всех вещей, которые вам будут мешать, избавиться. Избавиться. Да, максимально быстро. Ну, вот мы с вами говорим, но все-таки задам я вам этот вопрос, ну, действительно ли настолько недисциплинировано житель Самарской области в плане выхода на лед? Либо все-таки есть и много положительных случаев, когда все-таки люди остерегаются и не подвергают риск, риску своей жизни? Нельзя сказать, конечно, что все люди недисциплинированы, да, и большая часть, я думаю, что все-таки у нас осознает и понимает риск выхода на лед. И выходит, если и выходит, то там, где максимально это безопасно, соблюдая меры безопасности. Это касается и рыбаков. Большая часть, конечно, любителей подловленной ловли рыбы, они соблюдают правила безопасности. Но количество, к сожалению, достаточно большое людей, которые и рыбачат с нарушениями, и вообще просто забывая об обычных правилах безопасности, считая, что со мной ничего не случится. Хотя ничего сложного их соблюдать вообще нет, никаких трудностей нет. И, к сожалению, вот сейчас становится, что повеснее, когда лед становится тонкий, сейчас по осени увеличивается, я считаю, что увеличивается именно количество родителей, которые начинают нарушать правила безопасности, пренебрегать именно с детьми. То есть вот это вот соцсети, интернет, который показывает, кто-то один проехался по какому-то водоему на коньках с ребенком, завтра там будет минимум пять человек. Кто увидел это, чтобы сделать такие же видео, фотографии, сказать, как здесь хорошо, как весело, как приятно. Согласен, действительно, наверное, кататься на таком большом, на каком-то большом водоеме, где ровный лед, лед к тому же стал сейчас очень ровный. Действительно удовольствие, я не спорю. Но стоит ли это удовольствие риску? Даже риску, я не буду говорить о ничем другом и плохом, а вот именно о риске. Срезмеримое это на чаше весов. Порой такие лайки стоят жизни. Скажите, а можно ли вот тем же родителям, любителям кататься на коньках, вот на открытых водоемах, позвонить куда-то и проконсультироваться? Можно ли вот в данном случае на таком-то водоеме сейчас? Какие бы рекомендации вы дали или, может быть, на сайте информация, где-то в открытом доступе она существует, чтобы посмотреть, понять, да, нельзя и последовать советам профессионалов? Нет, еще раз повторюсь, к сожалению, в Самарской области нет ни одного водного объекта, где прям вот разрешено, было бы освидетельствование проведено, да, определено, что лед позволяет, официально дано разрешение там переходить или переезжать этот лед, да, то есть это была бы официальная ледовая перефрава. Таких мест в Самарской области нет, поэтому... То есть, выходя на лед, родители берут сам на себя ответственность? Конечно. И, конечно, здесь уже только ответственность гражданина, выход на лед, он в любом случае опасен, и на нашей территории официальных мест, куда можно выйти на лед, ну, за исключением катков, которые сделаны в городах и в муниципальных районах нашей области. Тоже еще одна проблема, это переезд озера ли, реки ли на автомобиле. Какие здесь риски, какие случаи, может быть, уже в этом году были, и что здесь, нужно сказать, обязательно важного? Ну, в этом году, слава богу, не было таких случаев. Крайне редко все-таки уменьшается уже количество людей, кто выезжает на лед на машинах. Здесь, повторюсь, официальных переправ нет, это нельзя делать ни в коем случае. Вот не то, что не рекомендуем, запрещаем, вот нельзя. Потому что, во-первых, машина намного тяжелее, чем человек. Во-вторых, если машина проваливается под лед, из нее выбраться практически невозможно. Да, то есть есть, ну, скажем так, экстремальные условия, там, в горах, на других, на севере, где ездят, там приходится, там просто это жизненно необходимо, перебраться на машине или еще что-то. Да, и то там такие правила, что двери даже не закрывают. То есть их открывают просто полностью, чтобы в случае какого-то происшествия можно было сразу же покинуть автомобиль. То есть не закрытые двери, а полностью открытые, в машине, естественно, холодно. Поэтому здесь, если у вас закрыты двери, выбраться будет, ну, шансы близко к нулю. Мы сейчас перейдем к не менее важной теме. Это про изменения в правилах пользования маломерных судов. Но прежде чем перейти, давайте подведем все-таки итог. Вот какие бы вы рекомендации дали по небезопасному выходу на лед родителям, конечно, любителям рыбалки зимней, ну, и всем тем, кто любит проводить время на открытом воздухе и на льду? Ну, в первую очередь, конечно, самая основная рекомендация родителям. Как бы не хотелось показать вот эту вот романтику, удовольствие, катание на льду детям. Думаю, что это несорезмеримо с риском. И не стоит даже просто это показывать, учить детей. Потому что вы должны понимать, что ребенок, которому сейчас 10 лет вышел с вами, завтра ему будет 14, он будет 1-15 гулять. И он так же пойдет, только пойдет уже один и без вас. И, скорее всего, в игре, в азарте с другими детьми он не будет вообще думать о правилах безопасности и смотреть даже под ноги, какой лед выйдет на тонком льду, и может произойти несчастный случай. Рыбакам, понимая, что в любом случае рыбаки будут, рыбаки всегда будут рыбачить, всегда будут хотеть, соблюдайте правила безопасности. Мы не рекомендуем выходить на лед. Но если вы приняли такое решение, взяли на себя ответственность, соблюдайте основные правила безопасности. Средства спасения индивидуальные. И не ходите ни по одному человеку. Выходите на водоемы, которые уже все-таки с окрепшим льдом. Проверяйте любым палками подручным перед собой толщину льда. То есть самые основные правила безопасности, они уже сократят риск до минимума. Скажите, какие сейчас оперативные телефоны, чтобы можно было вызвать специалистов на помощь? Ну, как они и были, 112, это ЕДДС в области с любой точки. Также можно позвонить 0-1, 100-1, можно позвонить на любую дежурную. Телефон главного управления МЧС России, 338-96, 99-09. А как быстро в таких случаях прибывает помощь Александра Валерьевича? Все зависит от местонахождения, где это произошло, удаления спасательных станций. Поэтому я могу сказать так, если произошло происшествие, вы провалились под лед, нужно понимать, что реально оказать помощь могут только те люди, кто рядом с вами. Во всех остальных случаях могут оказать помощь только уже после того, как вы выберетесь. То есть если у вас нет там ряда машины, вы замерзаетесь, да, там через 10-15 минут приедет скорая помощь, приедут спасатели, вас отогреют, отвезутся в больницу, проведут необходимые там какие-то процедуры, окажут помощь. Но именно спасти место, где вы провалились, по факту, к сожалению, те, кто рядом находятся, либо если прямо вблизи находятся, спасатель службы, естественно, она это видит. Потому что позвонить из проруби у вас не получится. Люди, которые находятся рядом, даже сообщив об этом, все равно чаще оказывают помощь сами, если есть подручные средства, есть понимание, как это сделать. Спасибо большое за очень ценные советы. И остается немного времени, но тем не менее, пожалуйста, попрошу вас напомнить о новшествах, вот связанных с правилами пользования маломерными судами в 2022 году. Ну, в первую очередь, да, хотел бы сказать, что с 1 марта вступают вообще все новые законы и приказы по регистрации, аттестации, свидетельствам о маломерном суде. То есть поменяется кардинально все. В связи с этим, прям обращаюсь к судоводителям, у которых уже есть удостоверение на право управления. Прошу вас посмотреть окончание срок действия. И пока зима, декабрь, январь, февраль, прийти и поменять их заранее, чтобы в марте, когда вступит новое законодательство, во-первых, там будет ограничение замена только до 30 дней исчезания срока. То есть если менее 30 дней до исчезания, заменить нельзя. Сейчас можно заменить даже, если остался месяц. Можно будет пересдавать. Пересдавать. Не нужно будет никакие экзамены, нужно будет просто сдать документы. Но любое нововведение, любые, они положительны. Для того, чтобы, допустим, в данном случае мы все переводим в электронный документ оборот. Все будет приниматься через госуслуги. Уменьшаем время оказания государственных услуг, количество посещений госинспекции. То есть их сокращают. Если сейчас по замене удостоверения надо два раза появиться, то будет один раз. Если сейчас замена происходит до 15 дней, то будет с 1 марта до 7 дней. Ой, прошу прощения, замена в течение дня. Это вновь выданные документы после экзаменов в течение 7. И так далее. То есть сокращается именно посещение и время. Но любые нововведения вначале будут создавать очереди. И вот этот переходный период, как у граждан много будет вопросов, так и, естественно, мы будем эту систему обкатывать, она будет усовершенствоваться. Переходные периоды всегда какие-то сложности. Их нужно просто небольшое время перетерпеть, и дальше будет все лучше. Поэтому, у кого есть права, придите, замените. Январь-февраль есть, очередей сейчас нет, все происходит достаточно быстро. И в марте вы уже будете спокойно знать, что у вас все права готовы. И только как появится там конец, начало мая, конец мая, откроется вода, можно будет спокойно, с честой совестью выйти и получать удовольствие на наших водоемах. Нововведения, может быть, касаемые обучения будут? По обучению нет. К сожалению, этот аспект пока не затронут. Он оставлен на именно решение самого судоводителя, который хочет стать человеком судоводителем. Как он обучается, где он обучается, он не затрагивается. Но ужесточается именно сдача теоретических и практических экзаменов, то есть проверка знаний. Плюс минимизируется, очень часто бывали в нашем регионе, слава богу, нет. Но я знаю, в других регионах было, когда люди писали жалобы, что это мнение только инспектора. Сейчас все переходит только на электронный документоборот. То есть экзамены будут сдаваться, теория, только через компьютер. Также рандомно сама система будет выбирать вопросы. То есть два одинаковых билета, ну, наверное, будут через какое-то время, но очень не скоро, потому что там более 4 тысяч вопросов. Из них будут формироваться 20 в одном билете на каждого человека. Все будет в перемешку. Даже инспектор не будет знать, какие вопросы появятся у этого гражданина. Практический экзамен тоже будет несколько там, нововведений по сдаче экзаменов. Но все это делается для того, чтобы в первую очередь гражданин, который хочет стать судоводителем, все-таки был более уверенный, больше имел знаний. И когда он уже выйдет на воду, скажем так, себя свободнее и увереннее чувствовал. Увереннее реализировать риск возникающих аварий и опасных ситуаций. Также еще раз повторюсь, следующего года все переходит на госуслуги. У нас только прием будет через госуслуги. Возможность подать на бумажные носители будет, но они прям минимальны. Это все делается для того, чтобы было ускорение. Потому что зачастую приходит гражданин, пишет заявление, у него где-то ошибка. Неправильно заполнил. Нельзя все знать. Это нормальные явления, но они происходят. А в заявлениях не могут быть подписки, переписки, изменения. Приходится переписывать. Это тратит время как гражданина, так и работников. Услуги все-таки позволяют заполнить именно заявление так, как необходимо. Она не пропустит дальше, пока не будет заполнено верно. То есть мы минимизируем вот это вот исправление сами за собой. В связи с этим все это приведет к минимальному количеству времени для представления госуслуг для граждан. Спасибо вам большое, Александр Валерьевич, за очень ценные советы. Мы обязательно встретимся в марте и более подробно о нововведениях поговорим. Я благодарю вас за ценные советы, которые вы сегодня рассказали всем нашим уважаемым телезрителям. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Конечно, выходить или не выходить на лед – это ваше личное решение. Но помните, что оно может вам сохранить жизнь. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова